Добрый день, это программа Берлинские окна. Меня зовут Мария Макеева и рядом со мной замечательный гость Виктор Шендурович. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Мне понравилось на одном из сайтов, как вас представили, ну, просто готова к интервью, читала разные и новости, и интервью ваши и так далее, как это обычно бывает. Писатель, общественник, публицист открыто выражает неприятие российской власти. Вот такая была характеристика, все верно? Ну, общественник это какое-то такое советское слово опасное. Сразу вспоминается служебный роман, да, вот этот, который сослали в бухгалтерию. Нет, я не общественник. Я публицист, да и литератор. Я бы все это запихнул в слово литератор. Я пишу, занимаюсь этим давно, и довольно давно только этим и занимаюсь. Вот. Пишу, да, есть пьесы, есть рассказы, книги, повести, есть публицистика. Иногда писал, когда-то для радио, для телевидения, разные жанры. Но моя работа – писать. Что касается общественной деятельности, то ведь вот какая штука. Человек, который в нормальной стране, условно говоря, в нормальной стране, журналист – это просто журналист. Он рефлексирует, он пишет, там, публицист, как-то реагирует на происходящее. В ненормальной стране нормальный, свободный человек, который нормально, свободно пытается излагать свое мнение, становится оппозиционером. По определению, я ведь женщинный оппозиционер. Я что говорил там с конца 80-х, как разрешили рот разевать. Я так примерно это 30 лет и говорю. Ну, мало изменилось то, что я говорю. По крайней мере, убеждения, оценки изменились, но убеждения-то не изменились. Я так это и говорю. Просто иногда время шло, так сказать, в одну сторону со мной, и тогда я был телезвездой, там еще чего-то там, да, и какие-то еще слова там, да, есть про это. Потом время развернулось на 180 градусов, я продолжаю, собственно, в ту же сторону, песни прежние пою. Просто выяснилось, что человек, живущий, желающий жить как свободный человек, оказывается оппозиционером, он оказывается потом иногда врагом государства. Вот я и оказался в какой-то момент им маргиналом, а потом оказался врагом государства. А потом ты, желающий жить свободно, встаешь в стране, которая ведет войну захватническую, ты встаешь в пикетик в одиночный, и вдруг выясняется, что ты, вот, как вы сказали, общественник, да, маргинал. Открыто выражает неприятие российского... Ну, я и открыто выражал неприятие Егору Кузьмичу Лягачеву, там, ну, да. Так и продолжаю выражать им всем. Что значит быть врагом российской власти сейчас, врагом государства? Это, ну, это же просто опасно. Как отражается это на жизни? Вы при этом на свободе, слава богу. На жизни это отражается многообразно, в разные времена по-разному. Жаловаться после февраля 2015 года, жаловаться ни на что вообще не приходится, потому что все время смещается представление об ужасе. Раньше меня сочувствовали, мне в 2001 году сочувствовали, что меня выгнали с телевидения. Но с тех пор со мной столько всего разного делали, включая проникновение в жилище, угрозы семьи, угрозы физического, так сказать, насилия. Да, я... Были месяцы, когда я жил на полу-нелегальном положении в собственном, там, сказать, в собственной стране и в собственном городе. И менял место явок и встреч. То есть вы скрывались? Это какой год? Ну, вот один раз меня заказывал депутат Абельцев, в другой раз господин Пригожев. Да? Покалечить. Да? Вот. И... И... В Кремле, через знакомых журналистов, у нас есть такое, некоторое количество либеральных журналистов, которые одновременно имеют доступ к Кремлю. Да? Разруливать эти ситуации. Мне сообщили через какое-то время, что угроза моего физического покалечения, да, прошла временно. Им дали... Им сказали притормозить. Сказали, когда будет нужного, им скажут. Так вот. Просто из Кремля. Ничего приятного нету, но еще раз говорю. После убийства Немцова поменялась система кардат. И жаловаться на то, что тебя не пускают на телевидение, угрожают, прессуют, не дают. Уже как-то сейчас поздновато. Можно было жаловаться на это 15 лет назад. Сейчас спасибо, что живой, как говорится, да. Низкий поклон за то, что разрешают жить. Да? Признано нецелесообразным нас уничтожить физически. На нынешнем эстетическом этапе. Потому что никаких других соображений про это быть не может. Мы же не будем говорить о законе и нравственности в их отношениях. Просто нецелесообразно. Просто, как сформулировал Путин про Политковскую, так сказать, гибель принесет больше неприятностей, чем мои тексты. Да, это я понимаю. Вот, поэтому ни с кем поклон. Жить в разное время по-разному. Были разные периоды, кстати, 20 лет. Путь, я довольно стремительно прошел путь в маргиналы. Потом после Крыма был эпизод короткий, когда я на короткое время стал именно врагом. Сейчас я не враг. Сейчас я снова, меня перевели по этой отсечке просто в маргиналы. Ну, сидит где-то на периферии и чирикает что-то свое. Отрезанное ломоть. Ну, вот с вами. Я же не на первом канале это все говорю. Значит, ну, пускай почирикает. Есть еще дождь, есть еще эхо Москвы. Есть даже... Пустили сейчас выступать там два концерта за год в Москве. Общим числом аудитории тысячи человек. Страшное дело. Подрыв. Они к этому относятся сейчас рационально. Но был период, вот после Крыма, ровно пять лет назад, когда я стал, так сказать, на короткое время врагом государства. И почувствовал перспективы в этом смысле. Есть от чего отсчитывать. Быть врагом государства нормально. Хуже, когда безумие охватывает широкие слои населения. И они тебя, воздействуя на население, некрепкая головой через телевизор, они тебя делают врагом народа. Это становится физически опасным в какой-то момент. Потому что одно дело, что тебя просто там не пускают на федеральный... Выгнали с федерального телевидения, и ты не можешь появиться там. Ну, ладно. А другое дело, когда твоя фотография появляется с надписью «Подонок». Да? Поскольку я работала на телеканале «Дождь», в 2014 году я тоже побыла некоторое время ублюдком и предателем. Я хорошо знаю, что это такое. Вот. И это именно когда такое целевое воздействие. Целевое происходит. Ну, к этому тоже привыкаешь через какое-то время. К этому привыкаешь? Или просто отпускаешь? Просто появляются другие новости, другие люди? Следующие в очереди быть врагами народа? Ну, привыкнуть совсем нельзя. По-моему, тоже. Привыкнуть совсем нельзя, но... Я понимал, до какой степени я напряжен. Привыкаешь же ко всему, просто перестраивается организм. Я понимал, до какой степени я напряжен, когда выезжал из России. И по степени, до какой меня отпускало, я понимал, что у меня просто изменяется скорость движения, у меня изменяется пластика, у меня изменяется сон. И тогда только я понимал, в каком я, так сказать, в военизированном состоянии иногда находился на родине. Ничего хорошего в этом нет, на самом деле. Ничего хорошего нет. Это, ну, назвался груздем, полезай в кузов. Значит, сейчас уже ничего с этим не сделаешь, да и не надо делать. Не надо. Довольно поздно менять. Считаете? Ну, вот как раз следующий был бы логичный вопрос. Я его задам, безусловно. Не думали ли вы, что можно просто сменить страну пребывания, и тогда быть в расслабленном состоянии? Страну пребывания, ну, я регулярно меняю страну пребывания. Поняли, что я имею в виду переезд. Я понимаю, да. Да, ну, черт его знает. У меня нету рационального ответа на вопрос, почему я не уезжаю. Рационального нет. А иррациональный? А иррациональный есть. Я чувствую, что я почему-то нужен там. Это может быть отчасти связано... То есть мой отъезд, окончательный, назовем это так, может быть связан только с бегством. Тут я совершенно не строю себя героя, и, да, ну, просто бежать, если будет серьезная опасность мне и семье. Но, как заметила моя жена справедливо, нельзя уехать вовремя. Можно уехать заранее или не успеть. Вовремя нельзя. Это очень мудрые слова. Да, вовремя-то нельзя. Значит, можно либо дать, так сказать, сыграть, отпраздновать труса и просто там сбежать. И позывы были, конечно, я же нормально, я же не терминатор, я же не могу из кучки олова собраться обратно в человек. Да, и мне этого совершенно неохота. Вот, ну, иррациональное нечто. Это связано с моим жанром. Быть журналистом снаружи можно. Журналист комментирует, какая разница. Быть поэтом, если так, броски, он мог жить хоть в Антарктиде, да, в Гренландии. Вот нужна пишущая машинка там, да, и алфавит. Работа публициста, сатирика, человека, говорящего жесткие вещи, этика подсказывает, что те же самые слова, которые я говорю с Нового Арбата, с Эхо Москвы, те же самые слова, произнесенные с Манхэттена или из Праги, да, или отсюда, они будут стоить по-другому. Это такой жанр. Это не в том смысле, что я такой, там, ничего нет, важно. Но это другое. Я настаиваю на своей правоте. Я настаиваю, что они преступники. Я настаиваю, что они должны прятаться. Они должны прятаться, а не я. И, знаете, как собака, да, запах труса есть такое понятие. Как собака становится агрессивной, когда она чувствует, что ее боятся. Им надо внушать, чтобы у них был, от них исходил запах труса. Чтобы люди, в том числе радиослушатели и телезрители, понимали, что вот то, что я говорю, говорится в километре от Кремля. Я потом выйду на Новый Арбат и сяду в кафе. И я не должен от них прятаться. Они должны от нас, от всех прятаться. Потому что нет ни одной тяжелой статьи Уголовного кодекса, по которой их нельзя было бы сажать. Ни одной, отвечая за свои слова. Все перебрал. Да? Они в полном составе по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса должны идти. И надо им внушать это ощущение. А когда я отбегаю на безопасное расстояние, и с безопасного расстояния начинаю клеймить режим Путина, ну это справедливо, но цена этому другая. Поэтому доколе возможно, целесообразно это делать оттуда. Вырабатывая в них запах труса, а не источая самому. Это может очень долго продолжаться. Я тут цитатку такую выписала из артиста Алексея Серебрякова по случаю. «Я перевез семью в Канаду, я подустала от происходящего в России. Жизнь коротка, и я не могу и не хочу больше ждать, когда народ поумнеет. Я не знаю, сколько мне осталось, но хочу, чтобы мои дети усвоили мир большой, и жить можно по-другому». Да, прекрасно. Алексей Серебряков, сейчас буду просто хвастаться и растопыривать пальцы, это мой ученик по табаковской студии. Я преподавал когда-то сценическое движение в табакерке, вот со второго курса табаковского. Замечательный Алексей Серебряков. Это разное предназначение и разная стратегия. Алексей Серебряков, огромный артист, и где он живет, совершенно не важно, он будет играть, да, и его дети, пускай живут, замечательные его дети, я их знаю, замечательные, пускай живут на свободе, в Канаде, в свободном мире, и это совершенно правильно. Вообще, нету одного правильного ответа на вопрос уезжать или оставаться. И те люди, которые другим что-то советуют, это люди, на мой вкус, не очень умные. Нету универсального ответа. Это правильно или неправильно применит к конкретной жизни. Только сам человек может это решить, и он несет ответственность за ошибку. Все четыре варианта существуют. Уехать и правильно сделать, остаться и правильно сделать, остаться и ошибиться, да, остаться и правильно. Все, все, все четыре варианта. Это персонально. Я не могу даже сказать, что я прав для кого-то. Для себя думаю, что прав, думаю, что прав. Я человек органичный, я к небольшому количеству моих, так сказать, добродетелей, относятся органика. Да, я все-таки, и то, что со мной случилось, вот эта маргинализация, из положительных следствий маргинализации, десоциализации, скажем, я никому ничего не должен. Я могу встать и выйти в любую секунду. У меня нет никаких корпоративных, вы говорите, команда Киселева, вот это все. У ЖК, вот это вот. Мне предлагали в разные партии вступать, в разные движения вступать. В ужасе отбегаю, потому что мысль о том, что я должен думать, что я говорю, чтобы это не просто с одной стороны совпало, с моей мыслью, но еще учитывать вот того и другого, да, лжецу нужна хорошая память, говорят французы, у меня ее нет. Да, и я могу, зато я могу, вот что хочу говорить, что нет. Органика. И вот эта органика мне подсказывает, что мне делать. И я слушаю ее. И вышеупомянутая жена как-то сформулировала, что когда я, что мне не надо думать, что когда я думаю, я могу совершить, и чаще всего могу совершить ошибку. То есть вы интуитивно, вы человек интуитивно. Посчитать, посчитать я могу неправильно. Организм мой не ошибается. Я просто встану и выйду. Надо слушать организму. По поводу того, когда народ поумнеет. Это же вопрос, возвращаясь к Славам Серебрякову, о том, что надоело ждать, да, когда народ поумнеет. Это вообще вопрос о перспективах. Как жить в России и какую видеть перед собой перспективу. Потому что только единственная цель, вряд ли она единственная, да, это заставлять их, вот этих их, в руках которых все сосредоточено, к сожалению, источать страх, чувствовать себя как-то плохо, да. Нет, конечно. Это не цель, это побочный эффект. А какую вы видите перспективу вообще? Как вы ее себе рисуете? Ну, понимаете, энергия заблуждения толстовская прошла. То есть, как положено, там, к 30 годам, наверное, может быть, по моему случаю, чуть попозже, да. Она проходит. То есть, мысль о том, что ты сейчас что-то скажешь, и человечество ахнет, и будет жить как-то по-другому, ну, к 20 еще нормально, к 30 уже должно проходить такое, да. Поэтому энергии заблуждения нет. Нет, но ощущение предназначения и вот этого экзистенциальной формулировки, что то, что человек должен, то, что человек может, он должен, то есть, когда тебе что-то дано, то, может, это отчасти какое-то религиозное чувство, не знаю, но если тебе что-нибудь дано, то это тебе, ты за это, в общем, несешь ответственность. Это тебе дали, ты не должен подвести. То есть, это как крест, получается? Предназначение, ну, крест, это... Ну, получается так, если без радужных перспектив, то получается... Нет, почему? А как я? Вот я живу вполне благополучно, я говорю то, что я хочу, я живу в ладу с собой. И это достаточно. Ну, это главное условие, да, для... Да, главное условие. Я живу, я вполне благополучно живу, никакого креста, да. То, как я плачу за возможность жить свою жизнь и быть свободным, и быть, не быть рабом, я плачу очень маленькую цену. Люди платили и платят цену огромную за это, да. А я вполне благополучно существую, да. Зачем же мне отказываться от этого? Да, есть определенное представление о том, что я своим выходом из... В частную жизнь из общественной... Ну, просто скажу, знаете, из меня пенсионный возраст, уважаемый, я пошел доживать свою жизнь, да, вот, я Килиманджаро не видел, водопад Виктория еще есть, там, ну, Тасмания. Хочу посмотреть это, деньги есть, да, свобода есть, я не хочу не должен, всего доброго, до свидания, вы тут сами, да. Могу, имею право полное, я, так сказать, никому, да. Но что-то внутри будет мне говорить, сукин ты сын, сукин ты сын, да. Тебя же, ты же приучил к тому, что там, тебе верит какое-то количество людей, да, там, там. Ты приучил к тому, что ты, как бы, разделяешь каким-то образом, да. Тебе прислушивается кто-то, кто-то. Я очень ценю этих, свою аудиторию, я ее уважаю. И я понимаю, что, да, что-то во мне мешает просто сказать, извините, до свидания, всего доброго. Я чувствую, что мне от этого будет потом плохо. Зачем же мне делать себе плохо? Ваши немецкие гастроли, вы приезжаете к этим людям, которые живут в Европе, и, как вы это формулируете, мешаете им быть европейцем, возвращаете их назад, или показываете им, например, ту, в своем лице, ту Россию, какую она могла бы быть. Ну, я же, слушайте, я же не сумасшедший, чтобы ставить себя в пример. Нет, ну, во-первых, разные люди приходят, и я приезжаю с разными программами. Как бы, если кто-то с острой болью, и ему надо, чтобы поговорить про Путина, ну, значит, человек... А как вот это вот вы объясняете, почему это? Это поразительная вещь. Я им говорю, ребят, я по четвергам это делаю бесплатно. Потому что зачем же в выходной день платить деньги, приходить, и это же, что я могу нового сказать про Путина, про них всех, да? Я это делаю бесплатно. Зачем вы... Я вот приехал сюда вот с программы «Театр одного Шандоровича». Есть какие-то пьесы, которые я пишу, которые там... Я могу почитать что-то, рассказы, пьесы, литературная работа, то, что мне неизвестно. Я это готов, да? Мне кажется, самому это мне кажется гораздо более интересным, чем мантра про антинародный режим. А записочки присылаются про Путина? Да, да, конечно, про Путина, про того, про сего, там, и какой-то круг тем, там, в опостырившем диапазоне, там, не знаю, Собчак, дождь, там, да, что-то такое, да, вот, ну, про что там? Когда как? Вот Кадыров... Но люди надеются, что вы-то знаете ответ, чем дело кончится, как в каждом году. Нет, нет, какой я могу знать ответ? Чем сердце спокойно. Никаких инсайдов у меня даже нет. Я читаю те же источники, что и вы. Я узнаю после вас, вы что-то расскажете, да, я это прочитаю. Да, и никакого инсайда нет. Есть то, что называется... Ну, есть интуиция, есть ощущение общее. Кроме того, я все-таки возвращаюсь в Россию и езжу в метро, я безлошадный, я езжу в метро, и мне не нужно вциома. Я уровень раздражения, агрессии, тревоги, подавленности, да, растущей, да, недружелюбия. Я это чувствую нервными окончаниями. Мне для этого, повторяю, не надо никакой социологии. И что вы мне потом расскажете про уровень поддержки Владимира Владимировича? Ну, она вроде как снижается. Да, но у меня своя социология. Глазами, ушами, ноздрями, да, я вижу это, это социология. Как оно накипает, что-то, как там происходит, или наоборот, не кипает. Вот. Значит, нет, я сюда приезжаю сам отдохнуть, продышаться, да, и я, конечно, ищу читателей, они больше, чем телезрителей и радиослушателей. То есть, спасибо телевидению за то, что оно дал толчок какой-то популярности, но уже 20 лет меня почти нет на телевидении, и уж больше 15 точно на федеральном, ни на каком. И моя аудитория съежилась в десятки раз, конечно. Это горько? Нет, это нормально. Это нормально. Она съежилась, но, рискну сказать, все-таки качество аудитории улучшилось. Потому что раньше меня узнавали просто как физиономию с телевизора. И очень часто это было знакомо. «Ой, ну вы же эту программу ведете, ну вот я вас видел, ну вот…» Как вас, да. «Да, ну вот же, ну вот, ну вы в телевизоре же, да, программу ведете». И какую программу? А я не говорю о том, что могут вообще подойти, трясти руку, а потом сказать «Ты Леонтьев, молодец, я тебя уважаю, да, с Леонтьевым путали». Да? Сейчас еще хорошо, ну хорошо с Глобой еще, с Леонтьевым. Значит, сейчас перестали. И с Глобой. И с Глобой вовсю. Да, борода. Да, 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 вовсю. И требовали, чтобы я рассказал гороскоп. Очень часто. Вы могли бы этому заработать. Да, да, да. А теперь гороскопы. Если бы Глобой еще мог бы рассказывать про Путина, вообще цены бы не было на нашей паре. Да, абсолютно. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. Но сейчас меня узнают чаще все-таки те люди, которые уже меня различают. Уже никто не путает ни с Леонтьевым, ни с Глобой. Это люди, которые смотрят «Эхо», там, да, РТВА и смотрят, читают мои книги. И самое приятное для меня отзывы, это про читателей. Это когда вот я вашу книгу читала, вот я вот спектакль видела, там, вот эта пьеса, вот эта пьеса. Читатели. Это для меня бальзам, потому что я литератор, и это главное, чем я занят. Это я, это медленное письмо. Это самая сладкая, так сказать, возможность писать не на скорость, без дедлайнов, потому что время телевизионное, я вспоминаю, с ужасом. Вот, можете считать меня кокеткой, но я считаю, с ужасом. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, потому что мне надо написать, было две программы в неделю, и такой, и желательно смешное. А смешное, можно на силе воли вымыть посуду после гостей, убраться, но на силе воли написать смешно не получится. Должны быть пузырьки в крови, должно быть кислород, должно быть настроение, должно быть драйв. Те же вещи говорят голливудские композиторы. Ужасная вещь дедлайна, нужно придумать гениальную музыку, чтобы она полностью подойдет к нему. Да, 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 нет, какой там, вот, и поэтому возможность не писать и перейти в режим рыболова, ты вот закинул там, да, вот у меня есть несколько там сюжетов, вот оно там где-то в глубине, может клюнет, может не клюнет. Иногда это продолжается годами, закинутый сюжет, потом спустя много лет возвращаешься, что-то пишешь. Мне ужасно нравится этот способ существования. То, что иногда мне, общественное мое существо требует плюнуть ядом на расстоянии, вот что-нибудь происходит, я понимаю, что я должен что-то написать. Но мне-то мне хочется. Я плюю, я как черная африканская кобра, значит, на пять метров там ядом плюю. Вот, я это, иначе у меня будет интоксикация, мне надо этот яд из себя куда-то деть. Но это такие разовые вещи. А в принципе, вот, и те люди, которые ко мне приходят, и я к ним прихожу с текстами, с текстами. Даже если это публицистические тексты, я отбираю для выступлений то, что вызовет смех, то, где есть какой-то парадокс, где есть какой-то артистизм какой-то, а не просто выйти с транспарата. А пьеса «Увидеть Солсбери» про Петрова и Баширова существует, действительно? Она существует, она в марте премьера в Лондоне. Это правда, это не Хохма? Я думала, что это шутка. На русском, то есть шутка, конечно, вот, на русском и на английском языке 30-31 марта в Лондоне, милости просим. Сначала русская труппа будет играть 30-31, а 31-го английская. Это будет премьера, и мне очень интересно посмотреть именно английскую труппу, переводя на английский, с английской публикой. Мне очень интересно, что они про это поймут, и как будут реагировать. Вот, я даже волнуюсь, потому что я очень... А это, по-моему, очень трудно из этого сделать, смешно именно на международную, тем более на пострадавшую, что называется, аудиторию. Понимаете, какая штука? Я написал довольно быстро эту странную пьесу, толчком, всякий раз, вот это клюет или не клюет, тут клюнуло мгновенно, и как щелочь с водой вошло в реакцию, предположение, что эти люди говорили правду. Как только я это себе представил, мне стало дико смешно, я начал писать эту пьесу. Что это два тихих гея, которые оторвались от семей, любители готики. Они хотели побыть вдвоем и посмотреть на хартию вольности и салазбережский шпиль. Это два ни в чем не повинных гея, которых ослабили на весь мир убийцами, на которых теперь показывают пальцами, и которые бегут два печальных гея. И они бегут теперь, а их все узнают. Но вдруг, и это и было толчком, вдруг выясняется, в электричке, где они бегут, вдруг выясняется, что с ними раскланиваются, что их уважают. И вдруг выясняется, что быть убийцами из главного разведуправления, это почетно. А быть пидорасами плохо в России. И они говорят, главное, чтобы никто не догадался. Главное, чтобы все думали, что мы убийцы, тогда все хорошо. Еще сенаторами сделают. А вот если мы два несчастных гомосека, то нам хана. И вот этот поворот... Ну и дальше начинают происходить разные с ними события и так далее. И это черная комедия, конечно. И это траги-комедия. Посмотрим, посмотрим, что получится. Вам приходится все время дописывать, наверное, потому что этот сюжет продолжается как-то. В прошлое воскресенье российский флаг вывесили на соборе в Солзбеке. Нет, это не требует. Это все есть в этой пьесе. Не буквально. Но там есть родина-мать. Вот эта вот угрюмая, да, угрюмая и наглая родина-мать, которая считает, что... Да, которая прет от того, что ее боятся. Боятся они уважают. Которая в этом чувствует свое достоинство женское. В том, что ее боятся. И свою реализацию она видит в том, что ее... Значит, чтобы сделать... Доставить неприятность. Она чувствует, как всякий ущемленный человек. Она чувствует свою полноценность от чужой тревоги. Это все есть в пьесе. А подробности... Появился третий еще, пятый, восьмой, сто восемнадцатый, флаг. Это все подробности. Я же еще раз говорю. Я же написал пьесу, а не Ябеду и Недонос в Скотт Лангьярд. Я же написал пьесу. И пьесу, в которой попытался продиагностировать. Меня же интересуют люди. Меня не интересуют структуры. Меня интересует психология наша. То, что нас сделало этими такими угрюмыми, угрюмыми, угрюмыми и агрессорами, которые получают удовольствие от собственного противостояния с миром, с жизнью. Вот же, что удивительно. И печально. И вот что предмет анализа. Еще раз. Пьеса — это не Ябеда и даже не публицистика. Другие законы. Катарсис, извините. Нужно рассмеяться и расплакаться. Если удастся рассмешить и довести до печали настоящей, значит, получилось. У вас очень сложная задача. Она и философско-религиозная, и психотерапевтическая. Если бы можно было это в масштабах всей страны производить, вы считаете, тогда бы страна изменилась. Та печать, которую на нас советская власть наложила, на всех людей. Это не только советская власть. Советская власть была тяжелым частным случаем нашего имперского, нашего оборонного сознания. Много поколений. Синдрома, да, много поколений подряд. Катастрофическое столетие, которое до сих пор не осознанно как катастрофа. До сих пор. Мы гордимся тем, от чего надо ужасаться и стыдиться. Никакого Нюрнберга не было близко и не будет еще долго. И мы окаменеваем в этом чудовищном статусе нации преступника, уже не администрации. Раньше мы могли валить на администрацию. И главное заблуждение советских времен, мое и наше, прогрессистов советских, молодых и немолодых, заключалось в том, что надо что-то сделать с советской властью. Что советская власть это какая-то короста на народном сознании, народном менталитете. И что надо соскрести эту коросту. Ну, соскребли. Но выяснилось, что это не короста, а это ген. А это ген. Это очень страшно. Получается, значит, уход Путина тоже ничего не изменит. Нет, изменит, конечно. Изменит, конечно, потому что никакой предрасположенности в будущем нет. Мы никогда не будем Данией, но мы можем не стать Узбекистаном, а можем стать. Совсем буквально. Это реостаты, это диммеры, это колесико поворачивается. Мы никогда не будем, естественно, никогда не будем Данией, Норвегией. Но у нас есть шанс навалиться на этот рычажок с этой стороны, не дать повернуть, совсем погасить свет. Потому что процессы сегодняшние, это процессы, мы настаиваем на своих ошибках. Проблема же не в том, что мы отстали от Европы. Проблема в том, что мы не хотим в ту сторону идти. Мы отказываемся учиться. Отказываемся. Мы настаиваем на том, что наше преступление, это наша гордость. Мы настаиваем на своем особом пути, в котором ничего особого, разумеется, нет. Стандартный азиатский путь. Стандартный, абсолютно типовой азиатский путь. И вот это печально. И мы отстаем все дальше и дальше. И последствия будут все драматичнее. Уход Путина необходим, и он будет очень благотворен через какое-то время. Потому что, когда мы говорим, что ген – это все-таки метафора. Ген – это в человеке тоже разный. И папин, и мамин. Если эту метафору продолжать, то в русской традиции и в русской… Ну, это метафора, подчеркиваю, ничего генетического тут нет. В русской социальной генетике и Малюта Скуратов, и Новгородская вещь. И профессор Преображенский, доктор Бурменталь, и Швондер Шариковым. Да? И академик Вавилов, и следователь Хват, который его уничтожил физически. Проблема в том, вопрос только один. Кто будет элитой? Под чьим правилом будет строиться жизнь? Кто эти правила будет формулировать и настаивать на их применении ко всем? Когда элитой, если бы элитой стал профессор Преображенский, или продолжал быть профессор Преображенский, жизнь бы менялась в эту сторону. Тоже не скачками, постепенно. Элитой стал Шариков со Швондером, получите. Да? И если профессора Преображенского расстрелять с Бурменталем, а их, конечно, расстреляли. Одного в 1929-м, другого, думаю, в 1932-м. Они даже до 1937-го не дожгли. В 1937-м шлепнули уже Швонда, Шариков же. Да? Да? Может быть, они успели уехать? Вряд ли. Уже вряд ли. Уже вряд ли. Закрывалось окошко в 1924-м, в 1925-м. У профессора Преображенского и доктора Бурменталя в 1923-м писали, что собачье сердце. Ну, значит, у них есть паралет на это. Но если не уехали, то уже не уехали. Так вот, если они элита, то одна страна, другие другая. Поэтому говорить о русской ментальности, это слишком большой общий знаменатель. Это некорректно. Ребята, давайте уточним, что мы имеем в виду. В 80-х годах, в конце 80-х, откуда ни возьмись, вдруг выясняется. У нас же было почти 100 приличных человек на съезде. 100 приличных депутатов. Когда последний раз такое было? 100 приличных депутатов, интеллигентных. Сахаров, Афанасьев, Рыжов. Честные, образованные люди были депутатами. Да? И даже вице-премьерами. Я знаю, честный вице-премьер Ясин. Честный вице-премьер российского правительства. Это сколько мы живем с вами. Какие вещи помним старые, да? Какой-то ледниковый период. Это все возможно. Эти люди есть. Сегодня они маргиналы в России. Или они размазаны ровным слоем по всему миру. Гуриев там в Париже где-то, да? В Лондоне. Уже в Лондоне? В Лондоне, конечно. Гуриев вроде был в Париже. Но это подробности. Это Европейский банк для инструкции развития. Он может быть теперь где угодно. Да, 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 именно. Но если такие люди, как Гуриев, становятся европейской элитой, а у нас против него уголовное дело, да, по третьему делу Ходорковского, если у нас он на крючке у силовиков, если у нас элита Сечин и Кадыров, то на выходе будем получать то, что получаем. Но есть и другие, безусловно. Значит, уход Путина, большого Путина, ну, то есть путинского режима. Коллективного, да. Да, коллективного Путина. Будет означать, возможно, изменение правил. И тогда мы с удивлением обнаружим, что есть приличные образованные люди, и не все уехали, а кто-то вернется, и так далее, и так далее. То есть ничего такого предопределено не может быть. Другое дело, что мы потерпели наше поколение, мое, я не буду обобщать тут, естественно. Мое поколение, очевидно, потерпело поражение. Это очевидно. Мы, которые, когда мне было 30 с небольшим лет, и перестройка, да, в 30-летнем я встретил там 19-ю партконференцию. Да, и это означало, что вот мы сейчас, вот это представление, что мы можем, и было ощущение, что мы победили, что этого не будет больше никогда. Никакого Сталина, тема Сталина пройдена. Это невозможно больше. Тема Ленина пройдена. И 30 лет прошло. Для истории это копейки. Но в эту, как я когда-то писал, тогда же, что в зазор между двумя эпохами может провалиться несколько поколений у истории другие мерки, к сожалению. Я все-таки хочу, чтобы мы как-то не так горько, что ли, закончили, да? Ну, давайте. Ну, вы сами дали несколько тезисов. Во-первых, мы можем увидеть еще, как это будет, и кто станет элитом. А почему же так горько то, что я говорю? Провалился несколько поколений, и все, я тут же полетел вслед за вами, и еще пара людей после, моложе меня, соответственно. Разумеется, разумеется. Ваше поколение, да, вот утянул. Другими. Я не вижу в этом... То есть, с одной стороны, это драматично, безусловно. С другой стороны, совершенно другие... Мы же говорим о истории, а история вещь длинная. Есть байка про Дэн Сяопина. Его спросили, как он оценивает Великую Французскую революцию. Он сказал, что еще прошло слишком мало времени. Есть такой китайский взгляд, ледитский. Клеюгами так, да? Это не наше. Но, тем не менее, история вещь длинная. История вещь длинная. Если говорить о длинном сюжете, и смотреть с какой-то дальней диоптрией поменять, там, да, резкость по-другому навести, и посмотреть издалека, если это далеко есть для вообще всего человечества, если мы переживем все это, то что мы сейчас видим в России? Это продолжается распад Российской империи. Российская империя при Сталине позднем достигла, так сказать, высшей точки. Именно империя, не цивилизация, империя. Владели полумиром, контролировали на паях с Америкой мир пополам. Полмира наше. Потом все это, как несовместимое с жизнью, начало рушиться. Римская империя рушилась четыре с половиной века, да? Это рушится побыстрее. Уже отпали, да, отпали страны. Сейчас будут, если мы не научимся жить по-современному, будут отпадать дальше калмыкии, татарии, кавказы. То есть, осторожно, вам еще потом возвращаться в Россию? Ну, вернусь, то же самое скажу. Это же, понимаете, я же ведь, я не призываю к этому. Врач, который говорит, что, знаете, у вас сифилис, он же не за сифилис. Он просто говорит, у вас сифилис. Значит, надо что-то с этим делать. Или помрете. Да? Не надо врача потом привлекать за пропаганду сифилиса. Нет, нет, нет. Я говорю, это же не от меня зависит. Это наука такая, история. Да? Если либо мы модифицируемся, либо стараемся современными, как английская империя пережила себя, как голландская империя. Были империи до нас. Они пережили себя. Они сумели модернизироваться. Да? Пережить. Оставить это как историю, как декорацию, как Англия. Да? Прекрасная декорация, внутри которой современное политическое устройство. Сумеем так? Будем жить? Не сумеем. Мы не первые, не последние империи, которые рухнули. Читайте Библию, там какие-то народы упомянутые. Какие-то царства упомянутые. Мы не первые, не последние, которые их тканем. Мне будет это лично очень жалко. Это правда. Потому что я человек русской культуры. И мне представить себе, что через сто лет мы будем просто, там, так сказать, западной провинцией Китая, довольно досадно. Хотелось бы по-другому. Но пока нет. Хотелось бы по-другому. Вот я предлагаю на этом закончить. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Писатель Виктор Шендерович был в гостях у программы «Берлинские окна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok